И я думаю, нам пришла пора переодеться. И давайте поставим что-то более серьезное, и это будет сет Алвы. Сет Алвы является, наверное, одним из лучших средних сетов. И также давайте еще и сменим оружие. Поставим клеймор, который мы добыли в прошлой серии. Так, нам не хватает двух больших осколков титанита, и нам нужно сгонять другому кузнецу. И я, наверное, улучшу клеймор до максимума, до 10 уровня. Будет первым оружием, которое я прокачал полностью в этом прохождении. С клеймором также вполне можно использовать щит. И пусть это будет треугольный щит короля. Тоже оптимальный щит, со 100% физической защитой. И все это добро вешает 37,3. 65% загрузки вполне вменяемо. И первым делом я вернулся в локацию двери Фароса. Чтобы разобраться с кристальной ящеркой. Большой осколков титанита. Три штуки. Грубый камень. Давайте уберем дубину. И пожелаем ему удачного падения. Очередной переходной коридор. В САШЕ разрушенный фонтан. Подобные фонтаны, по-моему, были в Дар Солс 3 в самом начале. И... Бухта Брайтстоун. Салдора. Давайте отдохнем. Лагерь. Здесь мы впервые можем повстречать новых противников. Это сокольники. Икс-сет. У меня, по-моему, даже есть. Я его... Не помню, примерял я его или нет. Здесь такие неполноценные сокольники. Есть еще сокольники... С птицами. Но они... Насколько я помню, встречаются только... На НГ+. Сокольники являются наемниками, если вы помните, из описания Хусета. И также здесь еще есть злобные свиньи. Сейчас свиньи какие-то очень злобные создания. Особенно, если вспомнить тех маленьких свинюшек, которые мы можем встретить в Маджуле. Которые в самом начале могут очень сильно... Ух ты, ёп! Я получил хэдшот стрелой. Нужно было снять всех лучников. Перед тем, как бежать в серединку. Наши души. Судя по всему, сокольники здесь тоже уничтожают нежики и... Сжигают ее. Так, леймор на десяточку. Очень неплохо их кромсает. Так, соберем весь лут попозже. Сначала очистим территорию. У нас свинья. Выносливости еще побольше. Было бы вообще прекрасно. Ничего себе. Яс. О-оу. Да что ж ты будешь делать? Окей, используем человечность. Здесь она нам пригодится. Нужно будет кое-кого призвать. И попробуем действовать поосторожней. Пока я делал бэкстаб. Сокольник пытался меня зарезать, но... Игра честна в этом плане с игроком. Вам не наносится уронка, пока вы делаете анимацию бэкстаба. Давай, хрюша. С хрюшками здесь есть очень забавный секрет. Я вам покажу его позже. Возможно, это некая шутка, конечно, разработчиков, но... Этот секрет очень забавный. Большая душа солдата. Блин, даже клэмором этих свиней... Не так просто убить. Нужно аж целых три удара. Кто-то еще бежит, я слышал. Ну, сокольники, как можно видеть, сами полые. Возможно, когда-то они здесь и уничтожали нежить. Либо были наняты... Для защиты... Вот этих присков. Похоже, здесь добывали какие-то минералы. И это место чем-то напоминает... Кристальный грот. И с первого Dark Souls. Но это место напоминает Кристальный грот не только этими кристаллами, но и кое-чем другим. Но это кое-что другое мы повстречаем попозже. Здесь можно упасть в этот колодец. Это один из секретов этой локации. Здесь можно найти урну святой воды, очередную... Толстую свинью. Ну, и кабана, если быть точнее. Как раз мы попадаем в этот разрушенный дом, который мы можем видеть. Этот сундук мы могли увидеть снаружи. И это должно было навеять на мысль, что как-то сюда можно попасть. Ну. И, ну, это не так уж... Оу! Я совсем забыл. Ёп, понский бог. Я реально забыл, что здесь мимик. Твою ж мать. Ну что ж. Попробуем со второго раза. В этот раз, конечно же, мы не будем на него лезть. Сделаем два удара и отойдем. И он дает нам посох мудрости и темные поножи. Посох из погибшего Алафиса усиливает действие волшебства. Не может использоваться для наведения порчи. Кристалл на верши увеличивает силу заклинаний. И без того хороший посох усилен кристаллом, источающим мощную магию. Как вы помните, стрейт тоже был из Алафиса. И темные поножи. Поножи рыцарей тьмы. Никто не знает, кто они на самом деле. Однако считается, что они могут спокойно управлять тьмой. В легендах их называют несчастными, стремящимися постичь древнее мастерство похищения жизней. По-моему, я уже рассказывал про этих темных рыцарей. Ну, кто играл в первый Dark Souls, тот помнит. По Нью Лонда. И давайте соберем то, что мы еще не собрали. Здесь у нас такие вот крестьяне. С кирками. Куча душ. Похоже, его собратья тут кругом разлеглись. И здесь у нас, по-моему, сколько, три или четыре палатки. Четыре палатки. Давайте их обследуем. Одно из них есть нечто полезное. Так, в этой нет ничего. Второй тоже ничего. А, ну да. Я совсем забыл, что... Я не восстановил человечность, и я не могу увидеть то, что мне нужно. Нужен мне знак призыва Бенхарта из Джуга. Здесь его необходимо призвать, чтобы продолжить выполнение его квеста. В остальных палатках, по-моему, ничего больше и нет. И, в принципе, мы зачистили часть этой локации. Здесь больше ничего нет. А, нет. Вон еще можно сломать эту вышку. Наверху, в которой что-то лежит. Рассекающая стрела. И так можно продвигаться дальше. Нам нужно попасть... Вон в тот собор. Отсюда даже можно видеть в окне некий предмет. Давайте поставим бинокль и разглядим поближе. Ну, не так уж сильно увеличивает этот бинокль. Ну, вон. Жит тела. Это, кстати, очередная секретка. Берем его из рук, чтобы не мешался. Здесь также можно внизу разглядеть... Нижнюю часть этой локации. Упс. Да, это была ловушка. Бенхарта немножко прокатала. Да, орудокопы не рады нас видеть. И пытаются задавить нас камнями. Кстати, можно вторую ловушку использовать себе во благо. Ну, кто здесь пытался меня убить? Похоже, у них какие-то необычные кирки. Они у них зияют проклятиями. Штаны крестьянина. Ну, давайте прочитаем. Возможно, там найдем какой-нибудь о них лор. Такие штаны носят крестьяне. Обычная рабочая одежда, в которой удобнее возделывать землю, чем драться. Ну, похоже, это обычные жители этого поселка. Сами жилые строения находятся несколько ниже. И здесь у нас вход в храм, который охраняет еще трое крестьян. И на НГ плюс это место может сильно удивить. Так как здесь можно встретить босса, обладателя четвертой великой души. Двери набегают, что нам в скором времени предстоит столкнуться с пауками. И мы сразу же с ними сталкиваемся. И самое главное, чтобы пауки не доставляли вам проблем. Кстати, надо сжечь очищенный костяной прах. Нам очень сильно в этой локации поможет факел. Пауки очень сильно боятся огня. И если вы будете здесь без факела, то у вас возникнут проблемы. Необычная ловушка. Она просто тупо агрит на вас всех пауков в этой комнате. Но так как у меня факел, они даже не особо осмеливаются на меня напасть. Пусть еще Бенхард там их раскидывает неплохо. Всего лишь тяжелый болт. Ну давай. Это даже не хочет выходить с своей конуры. Ну пусть там и остается. И мы уже дошли до... Не совсем до босса, можно сказать, до полубосса этой локации. Этого босса боссом-то тяжело назвать. И это вот как раз тот самый секрет, который мы наблюдали сверху в окне тела Саджицы. Традиционная мантия клириков Дранглика. Клирики Дранглика на протяжении веков сохраняли свое номинальное положение. Но при этом они всегда держались на расстоянии вытянутой руки от королейской семьи. Словно их существование было чем-то большим, чем простая формальность. В зависимости от пола клирики носят разную одежду. Но причина появления такого обычая неизвестна. Это женская мантия. Надо будет ее как-нибудь потом примерить. Можно слышать какой-то противный звук. Ох, все-таки решился упасть. Человеческая фигурка. Факел нам пока не понадобится. Так, можно немножко подлечиться. И здесь у нас типа босс. Странствующий маг и прихожане. Странствующий маг имеет шапку, в которой мы уже, кстати, находились. У этого странствующего мага есть два приспешника. Вот таких вот клирика. Их можно легко забэкстабить. И лучше это сделать в первую очередь, так как они любят лечить. Прихожане здесь это вот такие вот полые. Всякие разные ползающие. И не очень. И сам странствующий маг. Который пользуется некоторыми чудесами. Но он очень слаб. Поэтому этого босса даже боссом сложно назвать. Жалкое подобие Диакона в глубин. С третьего Дарк Соулс. Который дает кусок Титанита. И даже никакой души он не дает. Поэтому... Я даже не знаю. Можно его считать за босс или нет. Но вот такой вот он. Снаружи казалось, что этот забор как-то побольше. Здесь у нас... Еще одна бабочка. Надо как-нибудь прокачать мне лук. Лучистый самоцвет жизни. Треснувшая красная лука. В общем, ничего особо полезного. Но здесь есть еще одна лестница, которую легко пропустить. И здесь у нас... Кто-то очень похожий на кое-кого. Что-то я могу сказать. Это написано на твоем лице. Ты думаешь о том, что ты сделал. Я кром. Реград. Ангущие. Дисуслужие. Белоград. Какие чудеса они они. С вместе с ними они они основы жизни. Вы согласны? Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Небесный Гром Выпускает молнию в случайных направлениях И Порча И обеспечить хоть какую-то защиту от ударов Да, еще душа Еще одна душа Ну и в принципе все Что есть в этом сарае И отсюда можно видеть зыбучие пески Также отсюда можно спрыгнуть и убить вон ту ящерку Но мы пока этого делать не будем Сначала доберемся до костра И вот он костер И вот он костер Здесь неподалеку есть еще один костер Но он очень хитро спрятан Так, я забыл зажечь факел Не хочу тратить бабочку Тем более костер рядом Так, в принципе можно отдохнуть Здесь у нас опять пауки Факел наш друг Да, здесь эти пауки прям будут встречаться пачками И судя по всему Эта локация как-то очень сильно завязана на пауках Вот эти волшебники Это на самом деле та еще боль в заднице Давайте сразу поставим дубину Чтобы снять эту кристальную ящерку Да, я конечно ее поставил Но почему-то в руки не взял Ну да ладно Еще немного титанита И здесь мы можем наблюдать Первый в истории бой между двумя NPC Крейтон все-таки нашел Пейта И здесь все, между ними происходит бой Здесь у нас есть, можно сказать Три варианта Это помочь кому-то из них Убить либо Пейта, либо Крейтона Либо подождать, пока кто-то из них победит Но ждать, пока кто-то из них победит Это самый дерьмовый вариант Потому что, во-первых, это очень долго ждать Во-вторых, тогда вы не сможете Попасть в одну комнату И здесь уже выбор за вами Кому, кто вам больше симпатичен Тому вы можете помочь Идея, нужно помогать Пейту Потому что он То он всю игру был такой добрый и пушистый А Крейтон Все время на него По какой-то причине аквился Но здесь все очень Неоднозначно Но я все-таки Помогу Пейту И Убью Крейтона Это нам даст Его остальную маску Если убить Пейта Если убить Пейта То мы получим его сет Который у нас вот так уже есть По-моему Пику За щитом Я не помню, падает с него или нет А Крейтон нам За то, что мы убьем Пейта Даст свой сет Но его сет можно и так купить А Ну а шапка с него и так выпадает Стальная маска Крейтона Необычный стальной шлем В форме маски Собственность Крейтона Скитальца Напоминает работу Мастеров Рыцарского ордена Из восточных земель Мирры Но в глаза бросаются Некоторые отличия Вероятно, это очень хорошая подделка Угольная смола Что Крейтон Что Пейт Это те еще На самом деле Два засранца Об этом можно понять Немного позже Вообще Как многие считают И да и я в том числе Что Пейт это на самом деле Тот самый лоскутик А Крейтон Ключ от убежища Целдора Будь осторожней Он дает нам ключ Который приведет нас в комнату И там будет Ну то что там будет Вы увидите наверняка В следующей серии А сейчас давайте Прочитаем этот ключ Ключ от убежища В Целдоре В Брайтстоун Дубцы Которые отправляются В Целдору И не знают О древних кошмарах Обитающих в бухте Превращаются В жутких чудовищ Ну В общем Как я и говорил Пейт это Можно сказать Некая Реинкарнация Лоскутика В Дарк Соулс 2 Патчиса А Крейтон Это такая Типа Реинкарнация Лотрека Из первого Дарк Соулс Здесь можно Дойти в эту комнату Но ничего интересного Здесь нет Так Здесь никаких Секретных проходов Факел И мы слышим Звук ящерки Да Вот она Повезло Что она застряла Большой осколок Титанита Мерцающий Титанит И К сожалению Мы упали И не забрали Предмет сверху Но ничего страшного Туда мы еще вернемся Давайте сразу Тогда Раз уж мы сюда упали Пройдем немножко Сюда и соберем Здесь Несколько предметов Централизовка Идет вниз Здесь несколько Пауков И Такие вот Новые противники Не совсем Пауки Но и не совсем Люди Они чем-то напоминают Зомби Из Half-Life Когда им на голову Запрыгивали Эти крабы Только здесь Вместо крабов Такие вот Пауки Которые Запрыгивают На спину Теперь нужно Как-то туда Запрыгнуть Южное Ритуальное Кольцо Такое Кольцо Мы уже Поднимали Только это Немножко Улучшенная Версия Увеличивает Количество Ячеек Для заклинаний Так И можно Отсюда Еще раз Посмотреть Там Есть Несколько Секретов Как раз Отсюда Можно понять Как Что Внизу Что-то Вообще Есть Что Там Есть Предмет Там Еще Есть Некий Труп Там Тоже Есть Какой-то Проход Все Это Нужно Как-то Собрать Либо Просто Забить На это Все И идти Вперед К боссу Отсюда Можно Очень Быстро К нему Попасть Но Мы Пожалуй Вернемся Взад Костру И Начнем Прохождение Этой Локации Заново